Всем привет! Вы на канале Pennywise Play. Сегодня я буду вам показывать, рассказывать, как самый простой способ, как получить раба. Как его притомить. И что нам для этого с вами понадобится, я сейчас вам расскажу. Итак, чтобы у нас была возможность получить раба, нам нужно сначала прокачать 13 уровень. После этого в стойке архитектора мы можем уже делать пыточную. Это как раз вот этот стол, к которому будем мы привязывать этого раба. Далее подходим к верстаку портного и делаем вино. Буду говорить по переводу в этой игре, чтобы вы не запутались тоже. И далее нам осталось скрафтить только дубину, которой мы будем оглушать нашего подопечного. Для наглядности я сейчас покажу в чертежах, где находится ветка для прокачки раба. Сейчас я поделюсь с вами именно моим способом, как мне удобнее томить раба. То есть сначала я все крафчу, собираю все с собой и нахожу лагерь. По этому лагерю можно, кстати, посмотреть нужный уровень раба. То есть чтобы он был не очень сильный, чтобы он нас первый не убил. Размещаю здесь спальник, размещаю здесь пыточную и нахожу жертву. Да, и спальник я с собой беру на всякий случай, просто если меня убьют, чтобы я могла сразу резнуться и с себя все собрать. Напоминаю, когда у НПС осталось немного жилья. Смотрите осторожно, не переусердствуйте. Один раз ударили дубинкой, все, он оглушился. Зажимаем Е, берем его на плечо и несем к нашей пыточной. Все, здесь он у нас уже привязанный. Если хотите, чтобы он быстрее у вас приручился, можете его немножко подбить, стоять, просто бить его. У него будет расходоваться еда и, соответственно, хп будет уменьшаться, но будет быстрее приручаться. Для того, чтобы еда у него сновес, можете, соответственно, его покормить из инвентаря. Когда он у вас приручился, просто назовите его так, как вы хотите, каким-нибудь прекрасным именем. И вот, почему я решила ставить пыточную возле лагеря прям, где находятся эти НПС, потому что так проще. Я пробовала перетаскивать немного подальше, мне пыточная была, пока тащила на плече раба. У меня его с плеча убил вепрь, вот, пока он был в отключке, поэтому будьте осторожны, знаете об этом. И лучше так не делайте, я считаю, лучше устанавливать все рядом. И это гораздо и проще, и быстрее. Вот, а когда он уже будет ваш, когда вы его уже поработите, на него уже так вепри не будут агриться. Так что, вот такой вот способ я вам показала, надеюсь, он вам будет полезен. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Спасибо огромное за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписаться на канал, всем очень рада. Всем до следующего видео, всем хорошего вечера или дня, до встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok